МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Иван Сергеевич Тургенев когда-то сказал, нам дан во владение самый богатый, могучий, меткий и поистине волшебный русский язык. Ему мы учимся и должны учиться до последних дней своей жизни. Давайте последуем совету великого писателя. Это шоу на альбом. Меня зовут Михаил Морозов. Поехали! Мы начинаем наше шоу «Моя задача найти» человека, у которого самый большой словарный запас. Сегодня в преддверии дня сотрудников органов внутренних дел. У нас в студии самые сильные, самые смелые полицейские. Давайте докажем вместе, что словарный запас сотрудников в органах внутренних дел не ограничивается фразами «здравие, желаю и честь имею». Ну что, вы готовы? Да, так точно. Всегда готовы. Но для начала мы, конечно же, с вами познакомимся. Артем, расскажите о себе. Я сотрудник дорожной патронной службы. В свободное время я занимаюсь плаванием, также катаюсь на велосипеде. В свободное время больше хотелось бы уделять своей семье, ребенку и жене своей. Добрый день, меня зовут Вадим. Я работаю в управлении уголовного розыска, начальник отдела по розыску лиц. Мы ищем преступников, пропавших людей. Ну, в свободное время, значит, стараюсь уделять внимание жене и дочке. Я всего лишь 4,5 месяца. Буду читать. Меня зовут Александр. Я состою на должности старшего инспектора Организационной деятельности участковых по республике. В основном занимаемся анализом работы участковых непосредственно в территориальных районах, а также рассматриваем жалобы и заявления граждан, которые поступают в наш адрес. В свободное от работы время стараюсь уделять внимание своей семье, в первую очередь. Ну, а также занимаюсь немножечко над собой. Это занимаюсь спортом, играю в футбол, чтобы поддержать себя всегда в отличной форме. Ну что, мы продолжаем. Мы сегодня исключительно мужчины, и следующий участник готов рассказать о себе. Меня зовут Владимир. Не буду за вас подробности о своей профессии. Есть такая профессия – родину защищать. Человек я, по сути, консервативный, поэтому мое увлечение – это книги и спорт, а главное в жизни – дети. Меня зовут Дмитрий. Я являюсь старшим следователем следственного управления. Расследую преступления в сфере высоких технологий. Все, что связано с компьютером. При выборе будущей профессии в ВУЗе у меня было два варианта – либо пойти на информатику, либо на верспруденцию. Но в итоге все совместилось. Как такового хобби нет. Все свободное время от работы уделяю своей семье – жене и трем любимым дочкам. Меня зовут Максим. Я работаю в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции в должности оперуполномоченного по особо важным делам. В мои обязанности вкратце входит обеспечение экономической безопасности, финансово-кредитной, в том числе в банковской сфере в Чувашской республике. Свободное время стараюсь уделять своим родным и близким. Обожаю спорт, в частности футбол, а также вылазки на природу. Ну что, а теперь настало время объяснить вам правила нашей игры. Перед вами замечательный предмет – это бомба. Ну, я думаю, что вас бомбой не испугаешь. На самом деле бомба игрушечная. Но, тем не менее, правила вполне настоящие. Ваша задача – вспоминать, ну, может быть, придумывать существительные, которые начинаются на определенные слова. Как только придумали или вспомнили слово, передаем бомбу следующему участнику. В определенный момент бомба взрывается, и этот участник, к сожалению, выбывает из игры. И в конце останется только один. Правила понятны? Да, понятно. Итак, советую сделать глубокий вдох. Мы начинаем. И первый слог – БА. Баран. Поехали. Барабан. Супер. Батут. Бамбук. Барин. Бабушка. Бахча. Ох ты, разогнались так. Батут. Батут был, верните назад. Банка. Банка. Банкер. Баклан. Бал. Так. Бал. Банзай. Баянист. Балалайка. Бал с двумя «Л». Так. А баллистейстер? Есть. Политмейстер. Ух. Сложно. Я сложный. Такого еще не было. Владимир. Ба. Бакин. Бакин. Базилев. Баллистика. Стем. Разбегать. Друзья, давайте поаплодируем. На своей игрой я не очень-то был доволен, потому что, как бы, думал, совсем по-другому буду себя вести. Но атмосфера, когда играл музыка, сразу терялся, и слова пропадают. Самое главное, думаю, не победа, а участие. Артем, но с пустыми руками в любом случае не уходим. Мы дарим вам два пригласительных билета в кино, в кинотеатр «Три пингвина». И аплодисменты, конечно, ваших коллег. Насрадуюсь за то, что вы с праздниками на амбразуру защитили своих коллег. Спасибо, спасибо. Спасибо за игру. Ну, а я передаю слово нашему эксперту-филологу и кандидату наук Ольге Салтыковой. Я уверен, ей не терпится познакомить вас с новым и необычным словом. Здравствуйте. Предлагаю вам сыграть в мою игру. Я называю новое незнакомое слово, а вы пытаетесь угадать его значение. Итак, перед вами слово «тренчик». Что же это такое? Вариант первый – удачный рекламный ролик, который повысил продажи. И вариант второй – петля на ремне, которая держит свободный кончик застегнутого пояса. Победил тот, кто выбрал второй вариант. Тренчик – это петля на ремне. Вот так весело мы с вами пополнили свой лексикон. Только что мы познакомились с новым словом, теперь мы знаем, что на себе носим еще и тренчик. У меня вопрос к вам, полицейский. Есть ли в вашем лексиконе слова, которые вы употребляете, а обычным людям они, например, не знакомы? С кого начнем? Давайте с вас. Ну, есть, например, знакомые, допустим, браслеты. У людей это ассоциируется с украшением на руках. У нас это ассоциируется с другим украшением. Наручники. Тоже на руках. Благодаря боевикам американским мы знаем, что такое браслеты. К ним же еще идет такое понятие, наверное, как волына. Ну, это пистолет по-другому. Так. Да, многие, наверное, не знают, что волына, волынка, да, основной музыкальный инструмент, но вот волын это и есть пистолет. Потому что участковый при ежедневном заступлении на службу вооружается и несет свою службу на административном участке вооруженной. Все наши дела, которые находятся в производстве, делятся на две категории. Светлые и темные, так называемые. Ох ты. Светлые – это так называемые очевидные дела, то есть в отношении конкретных лиц возбуждены. А темные – это дела, по которым еще подозреваемым придется установить. Мы готовы продолжить нашу игру и сейчас немного усложним задание. Если в первом раунде вы придумали слова и слог был в начале этого слова, то сейчас я загадаю вам слог, который должен быть в середине слова. И этот слог – ли. Полиция. Поехали. Болиста. Болиста. Коалиция. Коалиция. Жилиция. Калина. Каллиграфия. Болистика. У нас точно полицейские сегодня играют в ученические филологи. Болила. Палисадник. Футболик. Былина. Малина. Была малина. Калина была. Калина была, малины не было. Долина. Долина. Чудная долина. Галина нельзя сразу хочу сказать. Полина тоже нельзя. Полина тоже нельзя. Итак. Сдаю и сдаю. Нет. Дмитрий. Есть последние секунды, но… Карлина. Ну, опыт бесценный. На самом деле, бесценный. Вот этот адреналин, вот это все, когда камеры вроде никого нет, но на самом деле потом будут смотреть, не знаю, сколько, десятков, сотен тысяч. Интересно. Ну, и перед родственниками похвастаться можно будет. Сегодня поговорим об ударении в этом слове. Как вы думаете, как говорить правильно? Квартал или квартал? Существует ошибочная теория. Если мы используем это слово для обозначения четырех месяцев в году, то правильно говорить квартал. А если для обозначения части города квартал? Еще раз повторяю, это ошибка. В каком бы значении вы не использовали слово квартал, говорить нужно только так. Запоминаем это правило с помощью стихотворения. День отчетности настал, время закрывать квартал. Вот все так просто. Давайте снова вернемся к игре. Сейчас мы придумали для вас новое задание. Естественно, оно сложнее, чем два предыдущих. Если в первом раунде мы вспоминали слова, на слов, который был в начале слова, второй раунд – это слог в середине слова, то сейчас ваша задача – вспоминать слова, которые заканчиваются на слог, который я вам сейчас загадаю. И это слог «га». «Радуга». Поехали. Дорога. Берлога. Берлога. Курага. Первое слово было «радуга». Что-то созвучное. «Га». «Разга». Есть, да, Слав? Не «розги». Есть «розги». Да, в единственном числе «розга» считается. «Белуга была», да? «Белуга была». «Белуга была». «Я вижу, что операторы пытаются вам подсказать, но…» «Чего-то зависло. А так всегда. Последние секунды. Александр. Нет, не скромно. Друзья, давайте поаплодируем Александру. Александр, видно было, как вот прям вот мышца напряжена. Мыслительный процесс идет, но тем не менее, до третьего раунда дошли. Здорово, лохой результат. Здорово, да. Кстати, впечатление от игры. Ну, довольно-таки занимательная игра. Действительно, есть чему еще поучиться, есть чему повторить. Вроде бы думаем, что действительно мы знаем очень много слов о фактически стрессовых ситуациях, и оказалось, что мы практически ничего не знаем. Ну, за те все неплохо, мне очень понравилось. Александр, спасибо за игру. Не расстраивайтесь ни в коем случае. Лучше посмотрите кино. В кинотеатре «Три пингвина» два пригласительных мы вам вручаем. И еще раз аплодисменты ваших коллег. Жена обрадуется. Жена обрадуется. Уверена, многие разговорчивые девушки, да и мужчины тоже, не раз слышали в свой адрес «Ты мне зубы не заговаривай». Выражение «заговаривать зубы» появилось на Руси, когда была популярна так называемая народная медицина. Бабушки-знахарки могли избавить от любого недуга. Так, например, больные зубы они лечили, просто произнося волшебные заклинания. В эффективность данного метода верили далеко не все. От скептиков того времени выражение «заговаривать зубы» и получило значение «отвлекать внимание, говорить не по делу». У нас впереди четвертый тур и, естественно, мы усложнили задание. Это будет слог из трех, не из двух, а из трех букв. И ставить этот слог будет в конце слова. Этот слог – ник, бумажник. Поехали. Эпилептик. А, ник. Ник. Эпилептик не подходит. Ну, очевидно, есть подчиненный, есть сотрудник. Хорошо, допустим. Чертежник. Ну, если есть подчиненный, то есть начальник. Верно. Чертежник. Стропальщик. Опять нет. Я сейчас не стропальщик, а паяльник. Паяльник. Чернокнижник. Ну, если уж показываете, Михаил, только артежник. Верно. Читает. Сальник. Сальник. Собачник. Родник. Парник. Вадим разогнался. Путник. Тройник. Вот это скорость. Такое ощущение, что бомбу и не слышно. Вадим, ну, слово нужно вспоминать или придумывать. Рукомойник. Шутник. Проводник. Некоторые просыпаются и смотрят, чтобы увидеть. Ну, бомба. Хорошо. Вадим, Вадим специально поставил бомбу на стол, чтобы она не взорвалась в руках. Ну, она на самом деле безобидная. Но, тем не менее, от выбывания из нашего шоу не спасает то, что вы поставили ее на стол. Вадим, хочется сказать вам, во-первых, огромное спасибо за игру. Было очень увлекательно, содержательно и весело. Ну, и впечатления уже не мои, а ваши от игры. Отличная штука. Иногда бывает в виду, скажем так, в своем коллективе наши маленькие корпоративы. Буду применять в процессе среди своих коллег. А сейчас небольшое правило на тему одежды. Вечная проблема с носками. Никогда не знаешь, где они лежат и как правильно говорить. Без носков или без носок, многим тоже неизвестно. Добавим еще один вопрос. Без чулок или без чулков? Запоминайте. Правильными формами являются без носков и без чулок. Могу посоветовать следующий метод запоминания. Носки короткие, поэтому их нужно удлинять. Получается без носков слово длинное. А чулки длинные, их нужно укорачивать. Отсюда без чулок. Слово короткое. Ну вот мы и добрались до финала. И вот они, наши финалисты. Это Владимир. Напомним, Владимир представляет ОМОН. И Максим, сотрудник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Вот так вот быстро и легко я смог выговорить ваше подразделение. Почти как я. Да, ну и давайте с вас тогда начнем. Волнуетесь? Да. Владимир, волнуетесь? Ну, уже меньше. Уже меньше. Ну, мне кажется, когда вы езжаете на какой-то вызов, на место преступления и так далее, волнения не меньше, чем сегодня. Есть ли какая-то, может быть, история или ситуация из разряда экстремальных, необычных, неординарных? В качестве примера, как раз таки могу привести ситуацию, когда приехали на обыск в квартиру к одному из лиц. Ну, согласно сведений следствия, скажем так, в этой квартире должны быть документы, свидетельствующие о определенной противоправной деятельности. То есть бухгалтерские документы и иные, скажем так. И в период, когда проводился обыск, в момент, когда мы только входили в квартиру, так получилось, что несовершеннолетний сын, человека, у которого эти документы были, вот чемодан толщиной, наверное, сантиметров 15, форточку выбросил. Этаж был, не буду врать, 15 или 16, ну, соответственно, вы представляете, какую опасность летящий чемодан с такой высоты он представлял. Для людей, которые ходят под окнами. На самом деле, очень повезло, что чемодан упал просто кому-то под ноги. Ну, непосредственно по завершении следственного действия, выходя из подъезда, мы обнаруживаем женщину, которая рассказывает, что, а кто же обронил-то этот чемодан? Я иду на работу, рассказывает женщина, и мне под ноги падает, все на камне этот чемодан. Соответственно, открываем мы этот чемодан, ну, и, грубо говоря, а там тайна следствия, к сожалению, не могу я вам рассказать об этом. На самом деле, документы те, которые, собственно говоря, искали. Работали мы однажды с подразделением, которое занимается предотвращением и раскрытием преступлений в сфере компьютерных технологий. Пришли мы по одному адресу, дверь нам открыть отказались. Хотя все было в порядке, ордер на обыск, и даже, по-моему, необходимые документы на изъятие аппаратуры. В итоге, все-таки дверь нам открыли, но когда нам открыли дверь, женщина, хозяйка квартиры, она накинулась на нас, причем одной рукой на одного, на другой, другой на другого. В итоге всей этой схватке у нас были расцарапаны лица. Причем очень сильно в кровь. Я знаю, какая история дальше. Вы приходите домой, и тут начинается самое интересное. Нет, супруга все прекрасно понимала, понимает, и, надеюсь, будет понимать. Всем бы таких жен. Спасибо за увлекательный рассказ. Мне кажется, что наш финал будет таким же увлекательным, а главное, экспрессивным. Давайте зададим жару. Итак, наш финальный слог из трех букв. Но в отличие от предыдущих раундов, этот слог может стоять как в начале слова, как в середине, так и в конце. Итак, играем со слогом... КАС. Кастрюля. КАСА. КАССИР. КАССАНДРА. КАССАНДРА, ВЕРНИТЕ НАЗАД. КАССИРША. Хорошо. КАСТРЮЛЯ. БЫЛА. А, я говорил первым. Кастомизация. Ого. Давайте, если есть такое слово, пусть оно будет. КАСТРАЦИЯ. КАСТРАЦИЯ. Допустим. Владимир. Касабланка. Касабланка. Давайте вернем назад. Кастильо тоже нельзя. Это если бы по сериалам пошли. Есть такая служба. КАССАЦИЯ. КАССАТР. Итак, Владимир, последние секунды. КАССИОПЕЯ. Имя собственное. Имя собственное. Звезда. КАССИОПЕЯ. КАССАТРАЦИЯ. Владимир. Вам. Вам. Максим. Я не трогаю. Я вас тоже поздравляю. И призываю ни в коем случае не расстраиваться. Потому что это была очень и очень хорошая игра. С самого первого тура и до финала. Хочется услышать ваши впечатления от игры. В какой-то мере это стрессовая ситуация. Ну, такая очень хорошая, по-настоящему шоковая терапия. Очень сложно в такой вот, нельзя сказать, что непринужденная обстановка. В кратчайшее время. И когда у тебя действительно в руке лежит граната. Вспомнить. Вроде бы знаешь эти слова. Вроде бы и считаешь себя начитанным. И вроде бы хороший лексикон. Лексический багаж. Ну, достаточно сложно так запросто ответить. Но, тем не менее, это была хорошая игра. И хочется сказать вам большое спасибо. Вы украсили шоу наобум. Ну, вот и настал тот самый счастливый момент, когда рядом со мной сидит победитель игры наобум. И это Максим из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Сможете так сказать 20 раз подряд? Смогу. Максим сможет. Именно поэтому Максим и победитель нашей игры. И прежде чем мы перейдем к впечатлениям и к призам, подаркам, хочется спросить. Вот в финале прозвучало слово «кастомизация». Что это такое, Максим? Расскажите всем. Насколько знаю, это термин из компьютерных технологий. То есть, кастомизация – это дальнейшее улучшение, расширение какого-то направления, какого-то проекта. То есть, придание, выявление и разработка новых функций, новых направлений. То есть, насколько я понимаю, это значение этого слова таково. Вот так вот. Теперь мы все знаем, что такое кастомизация. Ну, а вы, надеемся, что действительно много хороших слов почерпнули, которых и не слышали вдруг. Совершенно верно. Были и такие. Наверняка и из кинофильмов почерпнете много хороших слов. Теперь уж будете на это обращать внимание. Два пригласительных билета в кинотеатр «Три пингвина» достается вам. Сможете смело сходить. Ну, и это еще не все. Поскольку вы победитель нашей игры, победитель нашего шоу, то вы получаете два пригласительных билета на замечательный спектакль. Гастроли этого спектакля расписаны на годы вперед. Народная артистка России Татьяна Васильева. Наш земляк Станислав Садальский в спектакле «Голая правда». И вы отправляетесь на этот спектакль. Но не один, естественно. Мои аплодисменты вам. Спасибо за игру. Смотрим. Ну, естественно, рад, что получилось. То, что показал себя неплохо в такой ситуации. Тем более, учитывая, насколько непростые друзья-соперники у меня сегодня были. Честно, рад. Уже традиционно я приглашаю наших телезрителей принять участие в игре на альбом. Приходите к нам и докажите, что у вас большой словарный запас, и в лексиконе нет слов-паразитов. Они совсем не украшают нашу речь и становятся поводом для обсуждения в интернете. Давайте посмотрим пару примеров. Большой, очень большой автомобильный поток. Особенно в часы Питна по Москве. Поэтому, естественно, время на прибытие увеличивается. Шли поезда по высокоподъем, по дороге, которая расположена в пяти метрах. В каждый дом не поставишь пожарного инспектора. Поэтому это довольно-таки распространенная какая-то панчика. Русский язык является родным для 170 миллионов человек. Вторым языком для 114 миллионов. Давайте беречь его. Вы смотрели самую взрывную программу. Это шоу на ОВУ. Меня зовут Михаил Морозов. Еще увидимся. Любишь смотреть? Люби и смотри. Кинотеатр «Три пингвина» приглашает провести время с позитивом, пользой и выгодой. Самые кассовые премьеры, самые молодежные цены и самый большой, современный и веселый кинотеатр города. Хочешь больше? Участвуй в постоянных розыгрышах и акциях. «Три пингвина» в торговом центре «Мадагаскар». Смотри, не пропусти. Смотри, не пропусти.